Салют, с вами Такир Маджулов, это СПВЛ, первая батловая лига на СП. Дайте максимум шума! Е-е-е-е-е-е-е! Е-е-е! МЦ справа, представься! О, это я, да? Я извини, у меня проблемы с ориентацией. Горький, маусит. Е-е, дайте шума! Е-е-е-е! МЦ слева, представься! Эндрю РЕСТ! Е-е-е-е-е-е-е-е! Итак, первый у нас начинает Эмци слева, Эндрю Рест, первый раунд, погнали! Когда готовился к бэтлу, мне все вокруг затирали, что вышел против меня какой-то робот из стали. Древнегреческий философ, рифмы Окси, техника Эминема, смысла на двух платонов вместе с Гегелем. Что же, тогда я тоже побуду Эфритом. Уж не античным, но из майна, я сожгу тебя рифмою. И под лодки ритмы разберу я тебя, клоуна, что чебоксарит меня день изо дня. Чебоксарство? Высшая форма признания. Ты мой главный стэн, и это все твое задание. И я стою в этом здании лишь потому, что ты сумел спалить момент, когда в ВК зайду. А я туда не захожу почти. Я тебя шут-шут-шут, вот ты попался, гнида! Ты просто шут-шут-шут, я прочитал тебя, как книгу. Окси с Джонни Боем. Видели-видели, я также знаю, что ты скажешь мне, чтобы меня обидеть. Ты скажешь, что я слишком сложный, личность придумана. Да, я графоман, так и задумано. Знаете, как Мелхам, перформансы мои говно. Но я хотя бы настоящий, и мне все равно. Я не пытаюсь быть смешным, чтобы меня замечали. Ведь это клоунская тема, это твоя регалия. Как и твой нос, он набухает, становится красным. Он твой отец после работы. Очень опасно. И не подумайте, что я ненавижу всех клоунов, нет. Ведь это то еще искусство вызвать полный зал хохот. Но и как клоун ты никто, твои методы жалки. Уровень юмора ты свой отрыл где-то на свалке. Почему есть новые хуи, слове горькие МЦ? С такими треками тебя ну точно ждет успех. В детских домах и школах для детей Индиго. Вообще во всех местах, где ты когда-либо чирикал. Теперь мы здесь. И собрались мы в этом зале, в этом баре. Со всеми твоими друзьями. Что ржали над постами в моем ТГ-канале. И говорили, он говно, он лох, он ненормальный. Я понимаю, дружбану легко отдать победу. Но хоть и новенький я здесь, крепче меня тут нету. Моему авторитету нет даже дела, Дашкета. Ты просто грязный мотыль, что заебал лететь к свету. И этот батл со мной, мое тебе одолжение. Лишний повод, чтоб ты проебил уважение. Мои 4000 фэнов следят сейчас за нами, чтобы увидеть, как я разъебу тебя словами. Это был неплохо, неплохо. Далее, первый раунд. Мауси, дайте шума. Если б я маме сказал, что буду стелить трепчик в Майнкрафте, она б не точно ебанула фингал. Твоя бы спросила, кто автор. И ты такой, да, это я мам. Она бы зашла в комментарии, а там бля, эээ, украл у инстасамки. У тебя ебать тру Майнкрафт-рэп. Два поп-альбома и один РНБ. Если ты тут за поп-рест, то сегодня целуешь мой крест. Главный артист на СП. Твое поведение читается как сценарий. Ты мой хуй тут тюк-тюк, а потом спросишь, где Ари? Спокойно сжёг их на сцене. Типа, крутой. Но мы-то поняли, ты намекал на больший ценник. Ну или ты просто тупой, как ты там писал у себя. Ставь лайк, если вместо того, чтобы отвечать на аргументы, пытаешься задеть человека за хуйню, не относящуюся к теме. Долбоёб, у тебя в ТГ лайки нельзя ставить, только сердечки. И у тебя таких проёбов до пизды. Я помню видос, помню. Нам надо поговорить. Но, сука, на видео говоришь только ты. И что за кошки-мышки с Кирлом? Я уверен, Кирл играет за кошку, пока с тобой играется мышка прямо сейчас, блядь. Я вообще не понял, чё у вас там с Кирлом за споры. Экран в трарде, да. Но почему ты так обижен? У тебя реально нету монитора? Насколько я понял, Рест как прогеймер снимает с Кирла по нитке. Пиздец, жесть. У меня в глазах двоится. Шерсть снимает шерсти, шерсть. Нам надо избавиться от тупого стереотипа. Якобы Рест это СП-артист типа. Он же просто поёт про себя. Красное 2555 это просто место, где он последний раз срал. Поэтому я оставляю открытым вопрос. Почему в слове Рест есть слово Кал? Сука, столько хуйни в твоих треках, ведь ты даже не угорал. В альбоме про жёлтую ветку вставил трючок с названием ХАП. Ебать. Рест такой гений, столько понятий. Косплеет ебать тайную вечеря. Ну что ж, братик, за косплеем тебе тут распятие. Да даже если был бы ты на том вечере, ты был бы ебучим Иудой, который пришёл на пиздатую тусу, ну ему там делать нечего. Твои религиозные веры вообще похуй, её ебут мужики из разных эпох. У тебя Иисус, у меня суперсус. И это я про уровень юродивости. Огромное, кстати, спасибо за трек 4-5 ЭМ. Я понял две вещи, когда надо не играть на ЭСП и то, что ты не ПиЭМ, но косишь по ткани, хотя как слепое ухо унюхал в нём только звучание. Рест, твой кумир это тот, кто против бытийного, он выражает идеи в эмоциях. Ты настолько перестарался бытием, что плаксивый голос это, блядь, твоя особенность, а не патология. Меня заебал этот слезливый еблан. Я уверен, ты всё это время пел не про ад. Ты тупо не смог бы построить портал, ведь, сука, у тебя плачущий даже обсидиан. Итак, второй раунд. Эндрю Рэс, дайте шума. Теперь вспомните мой первый раунд Ведь твой раунд это пруф на все панчи в моём Пытался ты задеть меня своим текстом-куцем Пришли из туалета зрилы, эй, судей, подъём Ведь в нашем супершоу мы продолжаем экзекуцию Маус, сид, маус, слит, ты ебаная мышь Ты ещё хотел со мной фит, со мной хотел ты тусить А что сейчас, что таит, твоё гнилое нутро от гнёта моих элит Устрою я аудит на Маусито стихи И как в хиархе мандрит, найду все твои грехи У тебя энцефалит, хоть вместо мозга труха И Эндрю булит тебя и говорит ха-ха-ха И прежде чем на СП переживёшь одиночество Давай-ка разберём твоё творчество Альбом про СП где-то мы уже видели И если красное говно, то твой стул жиденький Твои альбомы просто пшик Мои события, и что же ты там говоришь, что мы там не видели Знаком с испанцами, испанский вызываешь стыд Пять треков, и то все на мои мотивы После этого бетла, этот альбом взлетит Благодаря моим фэнам, у тебя есть перспективы Привет всем, кто слышал это говно Вам, наверное, нужен Оториноларинголог Или хотя бы кнопка мьют, или хотя бы психолог Или доктор Дре, синус 1000 герц, чтобы забыть этот пиздец Ну или психиатр Заебал этот театр, в каждой песне Эндрю Рест Как день сурка, твой каждый трек слушать тяжеловато Моусит, не способен делать пиздато Записал свои треки в канализации где-то Видос с картинкой одной И текстом уровня бреда Дружище, запомни, если кому-то нравится твой трек Он жестко стебется Либо ебнутый он человек В плане здоровья ментального, естественно Ведь твои треки музыкально-стихийное бедствие Проще катастрофа Я взберусь на Голгофу, чтобы не слышать больше тебя Снова и снова, сука, устал от твоего террора Моусит, съеби уже из мультикора Ты как ёбнутый свидетель и еговы Что доконал уже всех своим гибучим слогом Три из десяти Ты оценил себя в треке Трубку мира своего Ты не увидишь в обеке Буду вести я хоробот Ведь я твой модератор Мне кидают донаты Ведь Эндрю Рест всегда в кадре Рестик, ребенок Майна Ты просто придворный За смысл я всегда шарил Мультикор будет свободным Хоть ты и вставил целый член Но это дело Трардо Я больше не придумал Видно, это раунд На Х2 поставил Е-Е 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 Е Е Он реально все мое говно послушал Блядь Но мы с тобой похожи, Рестик Йо Итак Второй раунд Маусит Так дайте ж ёбаного шума Е-Е-Е Проснись Проснись, Рест Проснись На тебе штаны С проклятием несъемности куда ты жёстко давалил свой стиль. Ты правда нанял учителя по вокалу? А заказать нормальный текст тебе что помешало? Пойми, Андрей, подобное твоему творчество сгодится только для упырей, причём в обе стороны. Ты же просто берёшь объекты размышлений, на дорожке записываешь стоны по этому поводу, и как, в принципе, любой житель, ебучиву иглу ты творишь по принципу что вижу, то и пою. Жду трек о куканье. Боже, меня ебут! Ты, видимо, решил, раз поёшь о кубах, значит, рифмовать нужно только в квадратах. О глагольных рифмах я вообще молчу. Прямо сейчас я тебя тут поколочу. Да и вообще, бля, ёба, ты тут обосрёшься, а потом тебя покинут, тупо кинут, перекинут, закинут нахуй, понял, да? Видимо, у Реста на плохие тексты стоит, ёлда. Бля, у тебя чё, встал? А нормально. Ты, ебучий конъюнктурщик, выложил свой трючок про фури в момент хайпа. Я три месяца осмыслял фури культуру, и для этого коня ебал, бля. Я ебать, как стараюсь ебать, пока ты только можешь пиздеть. Сука, твой рэп на русском не дотягивает до... А, блядь, пока ты только можешь пиздеть. Русский рэп не дотягивает до западного, сука. Нахуй их заповеди. Твой рэп на русском не дотягивает до русского рэпа. Какой тебе запад, бля? Андрей идёт по всем правилам жизни. Сначала иди против отца, потом вырасти сына, и приготовь для себя погребение. Но Андрей пошёл с конца, поэтому уделяет время... Растарение. Ты просил рассказать тебе, что такое ТФ. Ну так вот, это торговая федерация, долбаёк, ну как бы... Мне кажется, выглядит охуенный припев, типа, мне рассказали, что такое ТФ, я поменял мнение, вот вам трючок. Если с Канье ты обосрался, то с Окси прекрасно вышла. Как и Окс, ты каждую тему из пальца выжил, причём сделал это лучше, чем он. Если Окс ебанат графоманной противоречит себе, ты вышел на новый уровень, и противоречишь, блядь, всем. Наш великий гений рэпер-рок. Рэс, ты! Копия Оксу, но на трёх альбомах не 3Х, а крест ты! Эндрю Рэс так долго под Окси косил. Знаете, что он кричит, когда заходит в КФС? Я здесь чисто похавать. По курице хапнуть. Сука, этот ебан объявляет еде первый раунд. Я, я поражаюсь тому, как ты стараешься плодить свою говнецо. Три альбома скудного текста и дрочки в уши, но твоя концепция, как последний этап получения удара в яйцо, предполагает, блядь, боль. Вангуй, зелёная ветка будет пасмодернисткой хуйней. Андрей, вот тебе краткий анализ. Ты, не опробов перо, уже исписался. Плоди своё дерьмо на бис, сам себя закопал, Эндрю, rest in peace. Раунд. Е, 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 е. Е, е, е. Нормально. Эш, е, е, е. Блядь, нормально. Так что, раунд был или нет? Да, раунд был. А то я уснул. А, Тагир, Тагир ушёл. Блядь. Друзья, Тагир, это был. Все, Тагир умер. Друзья, Тагир, это шоу. Е, е, сори. Дайте шуму, дайте шуму, ёбаного. Йоу. Итак, поехали. Третий раунд. Третий раунд, Эндрю, rest. Дайте шуму. Мало кто знает, но сегодня я должен был батлить Фловера. Когда на тот момент я знал его лишь пять секунд. Моусит ещё не знал про скорость, свой геймовер, но спасибо, что пришёл на этот суд. Ты готовил долго рифмы и очень боялся. Я готовился три дня, мне нечего стесняться. С днём рождения, мышка. Он был недавно, да? Тогда сегодняшний батл подарок от меня. Врачи должны ввести термин батлотерапия, ведь в висе этом на тебя я вывалил весь пыл. Когда писал третий раунд, случилась амнезия. И, к сожалению, всю ненависть я позабыл. Отныне рестику и всем здесь похер на тебя. Как мне же похер на детей, что мне в комменты пишут. Ты тупо новый чел, что брешет Эндрю Рест хуйня, но караван так же стабильно тебя не слышит. Хотел порофлить над тобой, а потом успокоиться. Но ты не достоин даже такого перфоманса. Этот батл не попытка оскорбить тебя, а лишь предупреждение всем, кто на это готовится. Так что, господа, прежде чем кидать перчатки, прежде чем оглашать условия схватки, проверьте-ка сначала мозга своего остатки. Учитывайте все достоинства и недостатки. Послушайте, что скажут вам мои фанатки. Он музыке 6 лет и дисил всех он по порядку. Начинал с каверов, потом пошел делать альбомы. Трек за треком он уже собрал стадионы. И если хочешь победить, не нафармишь ты опыта, не на ферме эндерменов, не на ферме золота. Против меня все твои панчи напрасны. Против тебя выставлять меня опасно. Я грозный бык, ты неудачливый Тореадор, что умер на кориде. Это было ужасно, но это было прекрасно. В глазах быка и в глазах зрителей, что сидели в первых рядах. То бешенство, та звериная доминация, с которой бык крошил кости этого засранца. К сожалению, печальны все бойца, друзья. Но они больше никогда не забудут этого. Как расчленил, как раскромсал мощный бык своими куплетами. И прежде, чем махать тряпкой у лица, проверьте, есть ли под вами земля. Начните панчить оппонента сначала с себя. И вы поймете сразу, идея хуйня. Я не воскрешал музыку СП. Удивительно, но пред тобою ее создатель. Вызывайте скорую, у нас тут ЧП. Проснулся главный музыкальный каратель. Очень много текста Маусит написал, чтобы узнать от судейства, что он проиграл. Эндрю Рестик Зайка выдал базу, основу. Это наш первый баттл. Не судите строго. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Эндрю Рестик выдал базу. Маркс, Маркс, Маркс. Я третий раунд, Маусит, последний раунд. Дайте шума. Все, все, тихо, тихо, суки. Блядь. Нормально. Андрей, я копался в твоих текстах и нихуя ценна. не нашел как так ты как автор нихуя не заложил или просто кладмен мудак а ты выпустил свои веточки и при падении они поломались твое деревце смыслов это типикал высосанный палец я в принципе не давал бы твоему творчеству какую-либо критику это необдуманное решение как выводы сп аналитики но есть одно но ты блять чсвшный гандон мне вот интересно хоть кто-нибудь себе на обои поставил твое зеленое говно как можно с умным ебалом щитпостить а после говорить же об этом жду у тебя в тг дефиницию понятия рофл честно я хотел уделить твоим треком щитпотку внимание потом разобраться конкретно с тобой но как говорил жан лабрюер то вот эта часть когда целая познается умом а еще он сказал для тупых объясню на примере эндрюрес это ебучий еблан у него культура ниже карьеры отсюда все его треки все его треки показатель души и ума этого же блять человека французы умнее чем кажутся понял шизик кстати сестра твоего бога текста жестко пошутила про курение и париж сука может вам со сумкам отправиться в чехию посмотреть на город писек я не верю что ты правда считаешь кирилла ебучим текстовиком он правда лучше тебя но лишь потому что старше тебя он может сослаться на то что по старости лет ебанулся и тронулся умом ты лишь можешь сослаться на то что хороший текст это ебать отсылки на греческих богов просто другие культуры изучать западло сука углубиться пытался твои рифмы строят образы а должно быть наоборот сначала идея потом уже слова ты же не будешь просить ары после того как взял в рот угораешь по богам вот это ебать движение я твой фанат но до рифмы и рофла надо лишь поменять ударение а дальше по плану теперь я твой фанат и последний твой танец на брудершафт это данс макабр открываем outcraft да тебя слушают люди да ты известен каких-то узких кубах но андрюха тебя либо забудут либо запомнят как чувачка который выстрел 4 огромных говна какой смысл стараний фитов если тот с кем поешь ты считает пиздатым вот так рифмовать мы поем о кубах но мы гении музыки о кубах ваши тексты это поэтический ужас ваши смыслы полная хуета не шарю за звук ссоре не слушал не шарю за других не интересует нищета rest я гулял как-то раз твоим фанатом после пару кружек пива и нормального общения он покрывал тебя матом какой можно сделать вывод против тебя парень даже ебучие пиво третий раунд как правило должен быть самым жестким но у меня тебя жалко братка зови на фиток замутим нормальную тему три куплета с припевом мне про философию алка ну а ты как ддати будешь указан но четко по схеме планочку выше спиздил в шутку трючок у самки мы же серьезно скопируем весь майнкрафт рэп ебать будем грести с тобой ебанутые бабки будем петь про тотем батун и лимузин бессмертия пускай нахуй всех будет истерика ладно андрей мне не интересны твои аргументы про нашу культуру меня не идет твоя творческая фигура мне мне просто обидно что ты лишь очередной аргумент того что хуям идет в принципе вся эта саная культура раунд и так подходи сюда ближе ближе подходи ко мне итак в судьях у нас сегодня кто первый первый будет раздорожная дайте шума раздорожная и так кто выиграл кто выиграл и почему это конечно будет сложно но оператор вышел оператор вышел сейчас ждем кей все нормально нормально все левые руки а блять реально кстати нормально нормально фурис хорошо дай сигнал если все нормально да все нормально это такая интрижка ну давай итак кто победил и почему короче в этом батле есть некий нюанс то что раз больше оформим мауси больше о содержании и наверное для батл рэпа в целом я считаю что содержание поинтереснее с ученым того что как тот написал в чате оксимирон уже вернулся в рэп так сказать и второе просто копирка его подачи не совсем я думаю вывезла наличие кого-то сери ранее которого возможно поэтому для меня в этом батл муси первый голос за мауси то и так дальше у нас судьях кто следующий у нас будет догман дайте шума догману милорадов попрошу милорадов милорадов попрошу ну ладно милорадов милорадов дайте шума милорадов и так выдавай аналитику кто почему что понравилось больше значит так я сейчас немного душнить буду потому что я за батл рэпом давно слежу в целом и батлы ежедневно просматриваю и свежие и старые и так далее значит в первом раунде да в первом раунде мне сильнее показался мауси то объясню почему у реста была прикольная подача он старался на оксимирона ориентироваться это было видно по конструкциям по схематике построения текста схематике извиняюсь да но в целом в целом у реста было но он залупнулся на мелхама прикольно так чисто патролить патролить про клоунскую тему забавно было грязный мотыль что заебал лететь к свету это было много раз батлах даже у дипа было баян про уважение фэнов тоже баяниста немного у реста было поэтому первый раунд реста мне показался ну немного реально баянистым очень много сказанного уже до этого было поэтому первый раунд иль оси то мне понравился больше у него было прикольно про крест про сжигание арх забавная схема была и про лайки в тг просто забавка такая про монитор немного посмеялся про шерсть ну это отсылочка такая забавная в целом в целом Моусит в первом раунде лучше привязал текст к оппоненту, чем Эндрю Рест, и использовал какие-то новые средства и какие-то другие иные парадигмы, которые интереснее было слушать. Во втором раунде, во втором раунде, значит, мне понравился второй раунд у Реста больше, потому что подача намного была лучше, было интереснее слушать. Моусит во втором раунде как-то очень сухо подавал. По подаче? Мне понравилось по подаче... А, да-да-да. Сейчас объясню. Я имею в виду подачу в плане того, как подавался текст зрителю, в плане эмоционала, потому что Моусит второй раунд читал очень сухо, к сожалению. Да, и звучание очень важно, я согласен. Фэкс, фэкс. В плане эмоционала, Эндрю Рест вывез второй раунд, он вывез его на эмоционале, и получилась ситуация, как в баттле у Хайда с похоронилом, вот Хайт вывез тогда на подачу, вот второй раунд Рест вывез на подачу, по сути. У Моусита было прикольно, прикольная отсылка к треку «Проснись», вот это вот, потом, значит, про проклятие съемности... Мораль, называется трек «Мораль», извини, я главный фанат Реста. Да-да-да-да, проснись скобочка. Трек называется «Мораль». Ну, такой, прости, скобочка. Да все, короче. Ты нахуял, он мораль называется. Тьфу, заткнись, я слышал. Йоу-йоу-йоу-йоу. Заткнись. Че, ладно, ладно. Так, короче, у Моусита про проклятие несъемности тоже прикольно было, и про Фури трек, забавная тема была. Еще запомнилась строчка «Твой рэп на русском не дотягивает до русского рэпа, какой тебе западный». Прикольно, прикольно, хорошо. В целом, по подаче второй раунд собирает Рест, и вот эта строчка у Моусита мне просто запомнилась, хорошая. Третий раунд я бы отдал Моуситу, потому что Рест что-то как-то подживал в концовку, мне вот концовка у Реста вообще не понравилась. Вначале неплохо разогнался, про должен был баттлить фловры, ну, забавка про Оксимирона, тоже отсылочка. Дальше, про опыт на фермах не нафармишь, неплохо, неплохо. И эмоциональная часть про БК у Реста очень похожа на Мовца была, если кто-то шарит, вот, очень похожа была. У Моусита... Блядь, оператор! Что? Извините, пожалуйста, но оператор это важно, мне кажется, потом запись должна быть такая. Я знаю, ну, сами понимаете, это историческая хуйня. Историческая хуйня. Да-да-да-да-да. Так, короче, короче, нафиг, у Моусита было про ИСП-аналитику хорошо, про схема про культуру ниже карьеры неплохая, про город Писик-Баян, блин, оскорбительно даже. Я не знал, честно, извини, ладно, извини. Про пиво забавно, вот, это прикольно, прикольная строчка. И немножечко ты себе подъебал третий раунд тем, что ты про Фидзе говорил, Рест об этом во втором раунде говорил, но в целом по панчам у тебя последний раунд был лучше, чем у Реста. Короче говоря, по итогу у меня 2-1 по раундам, пользу Моуситом, но мне второй раунд Реста зашел по подаче. Делай так же, и еще, Рест, если, ну, еще будешь баттлить, старайся не, ну, не сильно отсылаться до Оксимирона, потому что это все-таки баянистый очень. А какой, блядь, Оксимирон? Ну, у тебя очень схема и само построение текста очень сильно на Мирона похоже. Но мне понравилось... Можно ты уже клавишко сказать? Сейчас я это говорю, сейчас я это говорю. Давай, давай, давай. Про БК эмоциональная часть, вот, похожая на Моуса, офигенная была, делай, такого побольше, если еще будешь баттлить, очень круто звучало. Вот, Гоус за Моуситом 2-1 по раундам. Окей, у нас 2-0 пока по голосам. А можно я дополню чуть-чуть, точнее скажу? Милорадов, я баттлю только своих друзей, поэтому я правда хочу фит с Эндрю Рестом. Мне кажется, что вот мы с ним забаттлили, а потом мы будем сосать друг другу, там, может, наяривать. Это понятно, нет, я говорю про то, что Рест во втором раунде упомянул про фиты и сказал, что это, ну, как-то не очень круто, когда ты его как бы дишишь, и при этом фит предлагаешь, такая биполярочка получается. Я его нигде не дишу, все, блядь. И ты потом в третьем раунде говоришь, что я бы хотел с тобой фит. Вот, ну, такая биполярочка получается. Да, 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 но так он будет указан, когда... Йоу, йоу, судейство. Мы на прикол, ну ладно, окей, потом уже обсудим. Ну, нормально. Итак, третий у нас в судьях радиограф, а.к.а. МС-Квадрат, дайте шума. Да, да, всем доброго. Кто, почему, за что, выдавая аналитику? Что я могу сказать? Во-первых, хочу отметить, что в каком-то плане сейчас Эндрю Рест как бы в гостях, то есть, по сути, ну, это в меньшей степени его стезя, чем по отношению у Маусита. То есть, Маусит у нас больше рэпер, больше батлер, чем Эндрю Рест все-таки. Поэтому хочется как бы, ну, как бы указать на как бы некоторую смелость Эндрю Реста. Вот. Значит, у Эндрю Реста мне больше понравилось, чем у Маусита, как бы, ну, именно эмоционал, да. И, ну, какая-то работа с текстом именно в плане подбора слов, подбора звучания и всего такого. То есть, возможно, это и только из-за подачи так кажется, но Эндрю Рест именно как-то вот выделял вот эти вот все там какие-то странные там рифмы, слоги, совпадающие, все такое, возможно, ну, как раз из-за вот этой оксимироновской какой-то манеры. Это все как-то выделялось, и из-за этого звучало как будто у Эндрю Реста лучше текст именно в плане вот звучания, да. Вот. Но у Маусита гораздо лучше, на мой взгляд, в плане панчей. Были прям такие конкретные бодибеги, было что-то, несколько панчей, с которых я прям хихикнул. То есть, прям в натуре смешно, прикольно. Вот. Но немножко слуховато по эмоционалу. С точки зрения именно баттла рэпа, то есть, кто кого жестко, да, похоронил и победил именно в баттле, на мой взгляд, здесь все-таки побеждает Маусит именно за счет панчей, именно за счет, с точки зрения именно, как он, да, как он прошелся по своему оппоненту, побеждает Маусит. Но как, если бы просто какой-то, с точки зрения какой-то поэзии, какого-то, ну, просто качества текстов, возможно, у Эндрю Реста лучше. Но именно в баттле, на мой взгляд, побеждает Маусит. Как-то так. Эээ, байзи байзи! Еээ, еэ, еэ! Нормально. Еээ, байзи! Теперь забыл пить будешь? Кто-то сказал забыл. Блядь! Эээ, Рест, теперь из одной бутылки пить будешь? Чё? Ну давай, надо, надо. Помнишь эту хуйню? Теперь из одной бутылки пить будешь? Не понимаю. Блядь, а ты не смотрел, что ли, Аксимиром? Ну, концовка баттла, Аксимирон гнойный, ты чё? Кеней. Чё, блядь, я не смотрел эту хуйню. О, смотрите, от лапта. Ебать! Ладно, всё, извини, пожалуйста, я понял. Я понял, я понял. Друзья, если здесь сейчас меня слышат Дэр Бример, я жду твои два ара с твоей проёбанной ставки, бро. Давай. Ха-ха-ха! Нет, ребят, типа... Хорошая, хорошая. Все панчи на поверхности, я их все сказал, типа, в первом раунде. А можно ещё выскажусь немного? Давай, давай. Это, хотелось бы, если Рест ещё будет бафить, посмотри какой-нибудь батл мовца. У тебя, мне кажется, прикольно бы получилось в его стиле прям что-то делать такое. У тебя очень голос на него так похож. И мне кажется, это бы звучало великолепно, если бы ты вот как мовец баттлил. Попробуй посмотреть. Мы застряли в постмодерну. Блядь, да-да-да, застряли. Хорошая, блядь, ну спасибо всем большое, всем, кто пришёл. Без, блядь, чьей бы поддержки этого не случилось бы. Большое спасибо Amphereon, он очень много сделал вообще для всего этого. Тагир, скажите Тагиру, объявить, что если кто-то хочет тоже забаттлить... Чё, пошлите тогда, как много жёстко запишем. А, не-не-не, слышишь? Сейчас, да, запишем. Да, тут просит сказать, что если кто-то ещё хочет жёстко забаттлить, то да, допустим. Да, пишите в Дискорд, СПБЛ, там, либо Театр Куб, либо СПБЛ, пишите заявки на судей. Судей, пожалуйста, отправляйте поменьше, по большей части на батл МЦ отправляйте, потому что судей и так уже, ну, пока нормально, если вот ребята согласятся ещё что-нибудь отсудить. Будет хорошо, но если нет, то да, отправляйте заявки. Вот, заебись. Отправляйте заявки, всех рассмотрю, всех оценю по достоинству. Вот. Я, дайте шуму за этот, наверное, было замечательно. Сколько СПБЛ там у меня? Я закину, наверное, куда-нибудь. Йоу. Закину куда-нибудь. Театр Куб, ну, вы здесь все. Всё, Москва, мы возвращаемся. Фу, блин, как жарко. Здесь. Хорошо, это хорошее было. Молодой игрок, Букер Д, Фред. Ребята, в бицере, так жарко, я сейчас вдохну просто нахуй. Блин. У нас Москва тоже. Да, шарапись, я сейчас. 31 градус. Два окна открыто, у меня душевка дома. Ладно, это уже... Два окна открыто, у меня душевка дома.